Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить меренговый рулет. Этот рецепт многие просили и ждали. И я полностью разделяю вашу любовь к десерту. Меренговый рулет это сама нежность. С вкусным сливочным кремом, с ягодами, такой легкий, воздушный, готовится быстро. И в видео я подробно расскажу процесс приготовления, чтобы рулет получился у всех с первого раза. И начнем приготовление с самой меренги. К белкам их нужно 190 граммов. Добавляем щепотку лимонной кислоты, четвертую часть чайной ложки соли. И начинаем взбивать на средней скорости до появления легкой, мягкой пены. Моим помощником сегодня выступает планетарный миксер, но меренгу можно взбить и обычным ручным миксером. Теперь скорость миксера увеличиваем, делаем ее чуть выше средней и начинаем добавлять 250 граммов сахара. Для удобства я его пересыпала в емкость с носиком. Здесь очень важный момент. Сахар добавляем не весь сразу, а частями. Добавили одну часть, 15-20 секунд взбили. Затем уже добавляем следующую порцию сахара. Когда добавили весь сахар, продолжаем взбивать, пока меренга не будет глянцевой, плотной и хорошо держать форму. Далее высыпаем 25 граммов кукурузного крахмала и перемешиваем его с меренгой на средней скорости. Долго взбивать не нужно. Необходимо крахмал соединить с меренгой просто до однородности. Меренга готова. Перемешиваем ее еще раз лопаткой, чтобы убедиться, что сахар полностью растворился и крахмал равномерно соединился с меренгой. Противень простилаем бумагой для выпечки. Берите ее силиконизированную и перекладываем в меренгу. Равномерно распределяем ее с помощью лопатки. Можно дополнительно использовать еще кулинарный шпатель. Обратите внимание, что бумага должна закрывать и бортики. Размер моего противня 30 на 40 сантиметров. Теперь посыпаем меренгу миндальными лепестками. Это не обязательно, но вариант с орехами мне нравится больше. Отправляем меренгу выпекаться в заранее нагретую до 150 градусов духовку на полчаса. Так как у нас сейчас сезон клубники, то и меренговый рулет у меня будет с сезонной ягодой. Клубнику просто нарезаю на ломтики. Через 30 минут меренга готова. Она слегка подрумянилась и на поверхности образовалась хрустящая корочка. Достаем меренгу из духовки. Сразу же сверху кладем лист пекарской бумаги, решетку и переворачиваем ее. Противень убираем и аккуратно снимаем бумагу. Отделяем ее сначала по всем краям, а затем легкими движениями убираем из меренги. В таком виде даем полностью остыть и в это время приготовим крем. 150 граммов творожного сыра смешиваем с 20 граммами сахарной пудры при помощи миксера. Затем тонкой струйкой вливаем 100 миллилитров жирных сливок. Берите сливки не менее 30% жирности. И взбиваем крем до пышности. Крема много не делайте, чтобы был баланс между количеством меренги и крема и десерт не получился очень жирным. Меренга остывает довольно быстро, поэтому как только сделали крем, равномерно его распределяем по меренге. Опять же легкими, не надавливающими движениями. Раскладываем равномерно свежую ягоду. Можно клубнику или любую другую ягоду проварить с крахмалом и сахаром. И положить такую ягодную начинку в рулет. Все зависит только от вашего вкуса. Ну и теперь плотно скручиваем в рулет. Это делается очень легко. Рулет завернутый в бумагу, кладем на противень и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Он охладится и его легче будет нарезать. Да и холодный рулет намного вкуснее теплого. В принципе его можно подать и в таком виде. Но я взбиваю еще немного жирных сливок без сахара и без сахарной пудры. И дополнительно ими украшаю рулет. Для подачи на подложке или тарелке из взбитых сливок делаем две параллельные линии. Разворачиваем рулет из бумаги. Разрезаем его пополам. И аккуратно переносим на сервировочную тарелку. Кладем на линии из сливок. И таким образом наши рулеты никуда не съедут в стороны. Взбитые сливки я перекладываю в кондитерский мешок с рифленой насадкой и отсаживаю сверху на рулет. Украшаю клубникой и листочками мяты. Десерт выглядит потрясающе. А на вкус он еще лучше. Друзья, готовьте рулет с разными ягодными начинками. Пробуйте, экспериментируйте. Это самый вкусный, самый нежный, самый летний десерт, который не оставляет никого равнодушным. И я советую его готовить именно в тот день, когда вы планируете подавать его на стол. Делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Субтитры сделал DimaTorzok